Добрый день! В эфире Рябунг ТВ. С нами на связи депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Валентинович Милонов. Вот искренне хочу приехать к коллегам из армянского парламента и сказать, ну парни, ну мы-то чего с вами будем делить? Ну мы что, идиоты что ли с вами? Уж мы с вами точно не должны ругаться. И любой человек, который начинает нагнетать против Армении, против России, должен автоматически выкидываться из нашей политики. Ни в Армении, ни в России таких людей быть не должно. Вот надо понимать, что когда операция шла в Арцахе, в любой момент она могла быть остановлена, если бы было серьезное упреждение со стороны Франции и Америки. Они не остановили это. Не остановили. И мало того, хочу напомнить, что война в Арцахе, особенно там 20-го года, 44-х дневная война, вообще велась под руководством страны-члена НАТО. Турция в НАТО. Не надо об этом забывать. Это же полный идиотизм считать, что Франция защитит. Южная Осетия и Абхазия использовали немножко другую риторику изначально. И Абхазия, и Южная Осетия просили защиты, и при этом не пытались, будем так говорить, занимать двойную позицию. Вот так получилось, да, что все вот эти беды пришли вместе с той сменой правящих элит, которая произошла в Армении. Но знаете, вот что я хочу сказать? Вот почему в глазах, ну, судя по риторике некоторых моих коллег из Армении, но почему мы нужны только, когда все хорошо? Но почему, когда хорошо, да, замечательная дружба? А если что-то сложно, сразу Россия нет. Мы не с Россией, мы отдельно. Мой товарищ Арайкар Утюнян сейчас в тюрьме находится. Я не знаю, что придумать, чтобы высвободить его из этой тюрьмы. Я хочу обратиться к господину Алиеву, ну, вы же некровожатый человек. У вас папа такой мудрый был. Ну, освободите вы Арайка Утюняна. Дайте мне, я его сам готов забрать. Вот, он, Арайк, давайте в Россию там. Я ему там, где жить и где работать, и все. И вообще, он не будет больше заниматься политикой, но освободите этого человека. Он хороший человек. Добрый день, Виталий Валентинович. Спасибо, что вышли с нами на связь. Виталий Валентинович, вот по поводу недавних событий в Дагестане. Как такое могло произойти и чем это грозит? Ну, хорошо, что произошло в таком виде. И тут же главное, тут же главное понять, что кто заказчик-то понятно, да? А вот кто был оператором, и мне кажется, что, конечно, просто подписывать на декоративные институты, это много честных украинских институтов. А они там могут в конце концов там операторить кого-то, кто угодно, кто общий, кто-то, кто прекрасный, и в результате засветится. Вот, исполнители, другие дети. И то, что на сегодняшний день мы видим, что кому-то очень не имелся строить беспорядок в Капкаде России, это очевидно. Что это устраивает? Я очень стараюсь, что будет официальный ответ, будет официальное заключение. Что это делает, я могу подозрить, но чтобы чуть-чуть голосом стать нестабильным. Виталий Валентинович, может ли этот конфликт стать конфликтом креста с полумесяцем, о чем грозился Эрдоган? Эрдоган, как бы к нему ни относились отдельные люди там, вы же знаете, в политике нет места эмоциям. Пусть чего угодно, но Эрдоган точно не настолько, ну, линейно мыслящий человек, чтобы предлагать такие простые вариации. Эрдоган где нужно, там, где не нужно, он здесь. И говорить о том, что Турция сейчас в этих провокациях может быть партнером, я бы не согласился. И это невыгодно сейчас, быть партнером подобного рода провокаций. Другие страны, не могу назвать какие, но другие страны очень заинтересованы пощекотать первые северного соседа. Вот я в этом, так сказать, подозреваю, что есть определенные силы, которые бы это хотели сделать. Но Эрдоган нет. Давайте подумаем о том, что, прежде всего, с моей точки зрения, это выгодно тем, кто сейчас координирует военную операцию ЦАХА. Потому что подобного рода вспышки, они очень хорошо в идеологическом плане помогают тем, кто сейчас производит геноцид палестинского народа, помогают очень хорошо оправдать свое неуверенное насилие. И сегодня в Государственной Дубе мы обсуждали вопрос, связанный с Палестиной. Единственное, что вот там коллега Слудский в силу определенных, видимо, своих личных обстоятельств и упомянул о том, что наряду с геноцидом, вернее, с Холокостом, который пережил еврейский народ, надо вспоминать еще и геноцид. Геноцид армянского народа. Потому что, когда мы говорим по человеку-не-наристической политике XX века, то перед тем, как говорить о Холокосте, нужно говорить о геноциде. Потому что одно проистекает из другого. И вот тут как раз уж не важно помнить, потому что то, что сейчас происходит на территории Палестины, по разным оценкам, очень напоминает тотальное истребление просто людей. Опять же, я не вмешиваюсь в детали военной операции, потому что военные убивают друг друга, и это, к сожалению, их предназначение. Вот. Военная операция, она не имеет эмоционального окраса. Это профессиональное состязание военных сил. Но когда мы видим, когда стирается с лица земли просто территория, и есть желание, чтобы просто на этой территории не осталось ни одного живого свидетеля этих преступлений, то очень все напоминает 1915 год. Хотя, опять же, я хочу повториться, что мне кажется, что, конечно, сейчас турецкие власти, они не заинтересованы в этом конфликте, потому что надо всегда понимать, что Турция это просто-напросто не вылетает сейчас. А вот есть другие страны, которые очень много сейчас получают военной помощи, получали от Израиля, очень много. Другие страны на своей территории разместили огромное количество агентур и МОСАДА. И тут, может быть, всякие варианты. Опять же, не могу ничего сказать, пока нет официальных результатов никаких. Но, как говорится, приметы все на лицо. Вот в последнее время сильно обострились отношения России и Армении. На Ваш взгляд, к чему это может привести, и возможно ли вернуть отношения, или как это сделать, чтобы вернуть отношения в былое русло? Я считаю, что, да, есть какое-то недопонимание в взаимоотношениях иногда, но я не верю, что отношения наших стран могут ухудшиться. Я просто не допускаю такой возможности. Это все равно, что ухудшатся отношения внутри самой России. Потому что российско-армянские отношения, это не отношения двух суверенных государств, при всем уважении к туристическому. Это отношения внутри одной гипернации, которая включает в себя армян, точно так же, как и русские. Как и татары. Это невозможно разделить. И, видит Бог, я бы очень хотел. Очень хотел там. И чтобы наши горячие головы, а у нас такие тоже есть, к сожалению, но все горячие головы, которые у нас там хотят ухудшения отношений, это люди не совсем до конца с чистыми намерениями. Вернее, будем так говорить, их мотивация несколько... Ну, понятно. Большинство людей в нашей стране и руководственной стране верят, что отношения России и Армении, несмотря на некоторые попытки их ухудшить, они останутся на замечательном уровне. Искренне хочу, вот искренне хочу приехать к коллегам из армянского парламента и сказать, ну, парни, ну мы-то чего с вами будем делить? Ну мы что, идиоты, что ли, с вами? Уж мы с вами точно не должны ругаться. И любой человек, который начинает нагнетать против Армении, против России, должен автоматически выкидываться из нашей политики. Ни в Армении, ни в России таких людей быть не должно. Я вот ругаюсь многими своими, некоторыми, у меня с ней очень много, но есть у меня коллеги там из соседней фракции, там, УДПР, очень любят они ругать Армению. Ну, понятно, это их недостаток, это их... Понятно, почему они все это делают. А человек с чистыми намерениями, я как христианин считаю, никогда не допустим ухудшения отношений. Уверен, вот если мои коллеги из парламента Армении согласны со мной, давайте, парни, сядем, обсудим все. Вообще все вопросы с ними. Потому что не должно быть такого. Надо понять, что ведь истинная цель тех, кто сейчас против Армении, заключается в том, чтобы оторвать Армению от России. Почему? Потому что современный, ну, мировой порядок такой, что нет гарантии, что Армению не принесут жертву большим геополитическим раскладам. И если потребуется, просто произойдет какая-то жуткая трагедия. И считаю, что наши отношения, несмотря на некий спад, сто процентов должны восстановиться. И я вот готов, уверен, там... Я уверен, что господин Пашинян нас услышит сейчас и скажет, нет, нет, все, стоп, стоп, так, никакой. И господин Алан Симонян тоже, ну, я понимаю, там есть разные советники у них. Может быть, некоторые плохо говорят на армянском языке, в основном американцы. Выкиньте американцев из своих советников. Эти жабы ничего не могут нормального предложить. Какие внешнеполитические успехи вы видели у Соединенных Штатов в последнее время? Чего они добили? Американцы в этой части земного шара терпят одно фиаско за другую. Терпят в этой части земного шара. Они точно нам не советники. Они могут научить нас жарить стейки, делать самогон из кукурузы. У них много интересных там, их темнокожие американцы могут читать рэп. Все нормально, да, но вмешиваться в отношения России и Америки они точно не должны, потому что ни в этом... Ой, Россия и Армения. Ничего не понимают от слова совсем. Ничего. Ну вот сейчас Запад в лице Франции расширяет взаимоотношения с Арменией, подписываются договора о военном сотрудничестве. Сможет ли Франция вытеснить Россию из Армении или с Южного Кавказа, как они этого хотят? Я понимаю, конечно, что есть некая ностальгия, шарная с ногу, хруст французской булки, но это было очень-очень давно. На сегодняшний день не очень сильно технологически развитые страны избавились от Франции. Понимаете, сейчас заключать соглашение с Францией – это некий мувитон. Потому что даже представители африканского континента увидели, что за десятилетия военно-политического сотрудничества с этой республикой у них не получилось ничего. Ровным счетом ничего. И единственное, что Франция за последние 10 лет смогла сделать – это она вляпалась в дикую аферу с Ливией. И когда Франция уговорила своих партнеров по НАТО свергнуть МОПР и Кандафи, поэтому, еще раз хочу сказать, можно подписывать, но можно еще и с Эстонией подписать соглашение. Соглашение будет красивое, и они даже, может, привезут на банкет неплохую кухню. Но только толку от этого не будет. Франция, Америка, Великобритания. Вот надо понимать, что когда операция шла в Арцахе, в любой момент она могла быть остановлена, если бы было серьезное упреждение со стороны Франции и Америки. Они не остановили это. Не остановили. И, мало того, хочу напомнить, что война в Арцахе, особенно 20-го года, 44-х дневная война, вообще велась под руководством страны члена НАТО. Турция в НАТО. Не надо об этом забывать. Это же полный идиотизм считать, что Франция защитит. Но я понимаю, что большинство людей, которые носятся с этой Францией, в Ереване, к сожалению, популярная идея какого-то французской солидарности, они не понимают, что Франция уже не Франция. Они со своими проблемами лучше справились. Понимаете, это страна, которая сокращает внешнеполитическое присутствие. Как мы уже говорим, ее исторические колонии в Африке одна за другой от нее отказываются. Почему? Да потому что Франция не защитила эти страны от терроризма. Извините меня, но российские военные консультанты там ликвидировали кучу банк. А Франция ничего не делала. Мало того, поддерживала эти банды только для того, чтобы сохранять там хаос. И тем самым использовать эти страны, чтобы выкачивать из них полезные ископаемые и сваливать на их территориях радиоактивные отходы. Виталий Валентинович, вот у многих армян возникает такой вопрос по поводу событий в Карабахе. Когда произошло нападение Грузии на Южную Осетию и вот в ситуации нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, российские миротворческие контингенты и Россия повели себя по-разному. Почему? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что Россия сейчас очень серьезно ведет кампанию. И это правда. Это правда. Поэтому и время для нападения было соответствующее выбору. Это так и есть. И тогда, если мы помним, Южная Осетия и Абхазия использовали немножко другую риторику изначально. И Абхазия и Южная Осетия просили защиты и при этом не пытались, будем так говорить, занимать двойную позицию. Вот так получилось, да, что все вот эти беды пришли вместе с той сменой правящих элит, которая произошла в Армении. Я очень не хочу никого обвинять, и я надеюсь, что я не прав. Но почему-то все это стало возможным тогда, когда прошли прозападные силы, некоторые, руководство Армении. Именно до этого, какая бы неплохая была власть, как бы ее нынешние власти не ругали предшественников, но ничего же не было. Не могли, а тут сразу пошла трещина, тут же пошли программы взаимодействия с Соединенными Штатами. Вот оно все, поехало, пошло. Конечно, Россия сейчас действительно очень серьезно вовлечена в военную кампанию на Украине. Это факт. Но знаете, вот что я хочу сказать? Вот почему в глазах, ну, судя по риторике некоторых моих коллег из Армении, но почему мы нужны только, когда все хорошо? Но почему, когда хорошо, да, замечательная дружба? А если что-то сложно, сразу Россия нет, мы не с Россией, мы отдельно. Но почему нельзя один раз сказать, так же, как мы говорим, мы своих не сдаем. Ваши беды, наши беды. Объявили нам санкции. И почему не сказать, мы не можем поддерживать санкции против нашей, ну, против той страны, где живет больше армян, чем самой Армении. Почему нельзя это сделать? Почему нельзя сказать, да, вы готовы, да, хотите мочить Россию, вы тоже вместе с Россией. Почему не провести себя по-настоящему, по-братски? Вот так вот. Понимаете? А тоже, с одной стороны, говорят, почему там Российская армия не посылает, не снимает людей с фронта и не посылает на корный Карабах? Хотя там другой статус был. Давайте вспомним. В правовом плане другой статус, к сожалению. И норму международного права там совсем по-другому уже применяли. И все это стало возможным. Почему? Потому что руководство Армении официально на всех банкетах в Рюсселе и Вашингтоне подтвердило свою приверженность территориальной целостности Азербайджана. Вот давайте от этого отталкиваться. А что, Российская армия должна была вторгаться в Азербайджан? А зачем нам это? Ну, мы не воюем с Азербайджаном. У меня могут быть разные отношения с этими людьми, я туда даже не въездной. Но воевать с Азербайджаном совершенно не входит в наши правила. Почему? Потому что мы предпочитаем плохую дружбу в хорошей войне. И если сама Армения сказала, что это азербайджанская земля, то почему российские миротворцы должны утверждать обратно? Вот в Южной Осетии и в Абхазии я прекрасно помню эти события. Там было другое. Там были референдумы о присоединении к России. Там о том, что они хотят быть независимыми. Там все, что угодно было. Так что, такая вот ситуация, к сожалению. И да, сейчас можно много говорить, какие были допущены ошибки. Я бы, ну, я, знаете, не официальный представитель Российской Федерации. Но я как ереванский парень, хочу вам сказать, что я бы, конечно, на их месте провел бы референдум еще 200 лет тому назад. Я бы, конечно, сказал, что Нагорный Карабах — это совместная территория России и Армении. Но это, опять же, это прошлое. Это сейчас не имеет никакого значения. Но если президент Армении подписывает официальный документ и говорит, Карабах — это Азербайджан, какие к нам претензии? Как мы можем вообще что-то сделать? Это, вот я считаю, это, вот это подписание означало конец Нагорного Карабаха. И мой товарищ, мой товарищ Араик Арутюнян сейчас в тюрьме находится. Я не знаю, что придумать, чтобы высвободить его из этой тюрьмы. Я хочу обратиться к господину Алиеву. Ну, вы же не кровожатый человек. У вас папа такой мудрый был. Ну, освободите вы Араик Арутюняну. Дайте мне. Я его сам готов забрать. Вот, он Араик, давайте в Россию там. Я ему там, где жить и где работать и все. И вообще он не будет больше заниматься политикой, но освободите этого человека. Он хороший человек. Я помню его, как он достойно себя вел. У всех есть ошибки. У всех есть высказывания, которые могут быть слишком резкие. Да, это правда. Но я думаю, что сейчас, уже когда азербайджанская армия с помощью турецкого и израильского оружия провела военную операцию под руководством специалистов НАТО на территории Рабаха, все уже, нечего, не надо. Нормальные правители всегда гуманно относятся к побежденной стороне и освободите Араика Арутюняна из тюрьмы. Это моя искренняя просьба, убеждение, мольба. Освободите. Он не должен быть в тюрьме. Вот сейчас много говорится о необходимости возвращения беженцев из Карабаха обратно в свои дома. На ваш взгляд, это возможно? И что для этого нужно делать? Дайте, я много бывал в Сербии, в той части, которая называется Косово и Минохи. Вот ситуация похожая на степени смешения. То же самое. Войска НАТО, Кейпор, гарантии международные, местного населения, все хорошо, только Косово-то оттяпали, украли у Сербии. Украли. И примерно те же участники были этого процесса. А примерно все то же самое было. И войска НАТО гарантировали безопасность. Только сейчас бедные серпы там живут, как, извините меня, евреи в фашистской Германии. Убивают, насилуют, грабят и отнимают последних. И все под гарантией Минат. Я не верю, что международное сообщество в виде западных стран может кому-то что-то гарантировать. Не верю. Я искренне рассчитываю. Я сам уже год как солдат стал. И год я провоевал на войне. И я очень рассчитываю, что скорейшая российская победа, она моментально остудит планы многих людей. Вот Россия победит на Украине, поверьте. А от Армении все отстанут. Все увидят, что Россия сильная. Но еще раз я говорю, для меня было большой личной проблемой и трагедией, когда Россия начала спецоперацию на Украине. Аналогия эта прослеживается четко. Территория, которая во времена СССР была отторгнута в России и перед на другой республике. Мы тогда начали операцию. И тогда, к сожалению, я видел, как поддерживали нас народ в Армении, в Ереване, на Горном Карабахе. Нас очень сильно поддерживали. Но на официальном уровне тишина. К сожалению, наша связь по техническим причинам прервалась с Виталием Валентиновичем. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова